У легкой тоски по ГДР есть свое особое название – остальгия. Это и портреты Хёникера, правда без поцелуев, на стенах в кабаках, и шницель с яйцом и огурцом, а еще шпионка Шарлиз Терон, расправляющаяся с врагом в восточно-берлинских интерьерах. Ну и, конечно же, квинтэссенция термина – фильм «Гудбай, Ленин». Мать Алекса – ярая коммунистка. В 1989 году она впадает в кому, увидев, как во время массовых протестов задерживают ее сына. И когда она приходит в себя, стены уже нет, а врачи категорически запрещают ей волноваться. Алексу приходится заново собрать для нее ГДР. От банок с корнишонами до фейк-ньюс, записанных в квартире друга. То есть восстановить артефакты прошлого и все плохие воспоминания, от которых, как от старой кожи, жители бывшего восточного Берлина постарались избавиться всего парой месяцев ранее. Даже банки из-под огурцов найти удается только на свалке. Саму берлинскую стену с совокупной с термотурой и бетона тоже вынесли на свалку истории, но не до конца. Бесконечные сувенирные лавки вот уже 30 лет торгуют бетонными обломками, выдавая их за куски стены. Каждый из них заботливо измазан краской. Якобы из баллончиков уличных художников. Магнитики, открытки и постеры с самыми известными граффити лежат тут же. Увидеть их можно и в натуральную величину. Почти полтора километра берлинской стены были превращены в галерею под открытым небом. Дмитрий Врубель, автор, пожалуй, главной работы галереи, с сайт братского поцелуя Брежнева и Хёникера, теперь живет в Берлине и своими глазами видит, как его искусство и 30 лет спустя остается актуальным. Феномен, я думаю, связан с обычной вещью, что это картинка про любовь. Это любовь, которая в таких даже невозможно. То есть себе такого крепкого поцелуя между столь возрастными людьми, как бы сказать, это же непредставимо. Это не важно, какая политическая подоплека. Да, вот и люди приходят, смотрят, что это любовь. Любовь сыграла не последнюю роль в разрушении стены, в том числе и любовь к музыке. Символами разрушения границы стали песни, написанные по совсем другим поводам, но как нельзя лучше попавшие в настроение. «Ветер перемен» рок-баллада от немецкой группы Scorpions была написана летом 89-го и посвящалась скорее перестройке и визиту группы в Советский Союз. «Follow the Moscow» – «Down to Горький парк». Но вот клип на «Window Change» состоит из хроники возведения и разрушения Берлинской стены. Да и будем честны, что лучше попадает в сюжет о новом мире, чем песня о «Ветре перемен». Помню, я сидел спиной к бару, а на нем был телевизор. А Клаус сидел напротив. Мы прекрасно проводили время, и тут он такой «Рудольф, посмотри, это же стена». Я оглянулся и действительно увидел, как люди стояли на стене. Мы не могли поверить, это было невероятно. Примерно ничего в современной культуре не обходится без вмешательства Дэвида Боуи. Песня «Heroes» была написана в 77-м. Сам Боуи тогда жил в Западном Берлине и записываться ходил на студию, стоявшую у самой стены. Спустя 10 лет Боуи вернулся на лужайку перед Рейхстагом на трехдневный рок-фестиваль, который ненадолго собрал вместе жителей Западного и Восточного Берлина. Они все еще были разделены стеной, но слова песни «Heroes» долетали до ГДР. Тысячи человек пришли к стене послушать Дэвида Боуи. Это уже 2014-й предпоследний меланхоличный альбом Боуи, где тот вспоминает в том числе и падение стены. 20 тысяч человек, поет он, идут через мост, на всякий случай скрестив пальцы. После смерти Боуи в 16-м году немецкий МИД выразил соболезнование в своем официальном твиттере. «Прощай, Дэвид Боуи, ты теперь среди героев. Спасибо, что помог сломать стену». Не самый очевидный герой берлинцев – Дэвид Хаслхофф. Если во всем мире его знают как смелого спасателя в красных трусах, то для тех, кто видел падение стены, это человек, который поет свежеобъединенному Берлину песню о свободе – кавер немецкого хита 70-х. О Хаслхоффе и Берлине снят целый документальный фильм. А сам актер, ну и певец, регулярно возвращается в Германию и встречается с журналистами на фоне уцелевших фрагментов стены. Берлинская стена так плотно вошла в мировую культуру, в том числе и потому, что была физическим воплощением зла. Тысячи семей и судеб, сломанных не иллюзорной границей, а самой что ни на есть настоящей полосой препятствий из бетона, колючей проволоки и пулеметных очередей.